Что-то оттуда огромное, то страшно, какие астероиды, они сгорают, трение. А иначе бы как летел-то самолет, он в этом пространстве летит, это твердь. Окна небесные. Сам воздух, который есть, это твердое вещество. Окна небесные. А? Окна небесные отворились, полетели. Значит, оттуда вот так небесные отворились, тучи дали, дождь пошел, и все, окна небесные отворились. Так и говорят, это небесная хлябе разверзость. Это выражение очень понятное, толковать ничего не надо. Этого пар, который сгустился, и дождь отпускает отверстие, звери небесные. Но пар поднимается из земли. Мы что-то зарабатываем где? Какое отношение иметь? А Господь, не отвергаю ли я небо вам, не спущу ли там все? Богатство. В огороде, когда все растет, это Бог дал, отпустил сверху. Вот священие, понимаешь? Я просто этим занялся. Почему я не то, что вам не... Ну, я вам задал вопрос, вы сказали, Шар, вы привели мне вот эти... Стихи из Библии. Но на украинском шар земной переводится, звучит земна куля. Это на украинском. Еще это означает? На украинском слове есть слово шар. Да. Если украинское слово шар перевести на русское, и будет слой. И я полез в словаре, я нашел в этого словаре Даля, староцерковное значение, красочный, и потом слой и пласт. Вот это значение слова шар. Это единственное. Никто не говорит, что Библия неправильно переведена. Просто значение слова. И все. И об это слово опрокинулись. И потом я в Библии нашел больше... Ну, около 50 стихов, которые говорят о том, что земля стоит на столпах, солнце двигается, луна двигается. Он восседает над кругом земли. Не круг, а шар. Ну, вы на тарелку не скажете, что это шар? Ну, мяч, например. Ну, не шар возьмем, а мяч. То есть, куча стихов. Вот сейчас солнце с радиусом примерно 150-175 тысяч километров. У меня есть записи видео, где человек доказывает. Она не совсем круглая. И поэтому разница... Про корабли тоже там есть. 150-175 тысяч километров. Радиус. А диаметр, значит, в два раза больше. И тут я... Ну, это никто не может проверить. Ну, например, корабли... Телефонную связь. Вы сказали этому. Пупков выскочил. Задавал вам вопрос. Телефонная связь. Радио когда было придумано? В 1860-м году. По повым или говорят Тесла. Ну, спор. Маркони. Работало. Работало радио. Работало. Так же и телефон. Ну, на таком принципе. То есть, это не обязательно нужен спутник. Какой? А о чем речь-то идет сейчас? Ну, вот приемник есть. Так они в пределах видимости. Где корабли видят. Даши-то не иди. А когда дальше пошли, они кабель провели. Трансатлантический кабель-то зачем? Ну, Азбука Морзе передавали. С одного континента на другой. Азбука Морзе работала, работала. Так Азбука Морзе и была. На сколько, где? На сколько? На большие расстояния. Передающие, где стоят, станции какие. А сейчас определяют у Гитлера, сколько было станций, которые прямую связь с Шамбалой держали. А когда, говорит, наступило время, все это убрали. Они перечисляют на сколько, чтобы в пределах видимости было и строжайшая была охрана. А там, говорит, ничего не было. Только передающие передатчики. Но задержка была очень сильная. Минуты-две надо было ждать, кто слово сказал, пока оно передастся туда. Ну, это такие простые вещи, что... Каждая секунда возлучение превращается в 4-26 миллионов тонн вещества. Однако, это влечено ничтожное, проживаясь массой Солнца. В Библии ни одного я не нашел стиха, где бы напиталось, что она вращается, земля, или крутится, или это. Ни одного. Я специально по исковике искал это. Слушай, Роман, тут надо понять, что Бог говорит. Писание, Бог делает приспособительное к нашим понятиям. Писание не открывает нам геологию, астрономию. Это не его задача. Мы как понимаем... Вот сейчас мы включим на сегодня. И написано, восход Солнца во столько. Сегодня все знают, никакого восхода нет. Поворот Земли. А пишет, восход Солнца. Почему? Потому что ложь. А? Потому что приняли ложь. Весь мир принял ложь. Все знают, что привыкли к этому говорить. И так нам понятнее. А не потому что... Дух Святой не может лгать. Никто не из тех, которые говорят, что Солнце восходит, ни один не верит, что оно восходит-то. Они верят, что Земля поворачивается. Она ходит. А? Она ходит. Ну ладно, я просто сказал так. Земля стоит, она всегда стояла, она никогда не вращалась. И этим доказательством уже сотни даже этих доказательств есть. Даже научно научно. Что означает эта твердь? И ты понимаешь, что ударилась, отскочила или что, твердь? Твердью называется воздух. Воздух. Иначе бы как? Если бы она не твердая, как птица летела, как бы самолет на нем держался. Это масса. И в нее, когда входит, трение такое, что сгорает вся обшивка. Трение. Трение что? Да в наждак. А в наждак, когда идет. Задача вернуть из космоса корабли заключалась в том, чтобы какую сделать там обмазку. Из чего сделать-то, чтобы не сгорало. Самые высокостойкие сплавы делают, а не плавятся. Вот в чем дело-то. Ну мы видим, вот, которая мелькнет и падает. А что это падает? Звезды падают. Мы должны под корень рубить, все дальше подгонять. А в Библии написано так. В Библии написано, Господь говорит, простру сапог мой наедома. Что, Бог в сапогах ходит? Ну это и есть стих какой, я согласен. Но нельзя, например... Антропоморфизм называется. 50 стихов взять, куда-то замаскировать. Никак, Бог говорит приблизительно к нашим понятиям. Это Ян Затовус говорит. И написано, Бог раскаялся, что сотворил человек. Ты читал про это? Читал. Бог не может раскаяться, только кается тот, кто не знал, что будет. Я его взял в соработники, там он обманул меня, ничего не отдал. Я раскаялся, что с ним познакомился. Бог говорит приспособительно к нам, что если бы Бог не знал, то он раскаялся бы, но не может не знать. Он знал, и поэтому, говорит, раскаялся, то есть, чтобы вызвать нас чувство раскаяния. Бог говорит, мне на ум не приходилось, чтобы делать это. Можно я пару прочитаю? У меня там святых отцов есть в выписке. Это православное понимание книг и бытия. Вот мне брат Виктор нашел там где-то в интернете, он рефераты решает. Вот, читаем так. Сии суть отдельное истолкование. Что же касается до общего подхода к буквальной или же символической природе текста бытия, давайте рассмотрим слова некоторых других святых отцов, написавших толкование на бытие. Святитель Василий Великий в своем шестодневе пишет, иные, принимая, написанные не в общеупотребительном смысле, воду называют не водою, но каким-нибудь другим веществом. И растению, и рыбе дают значение по своему усмотрению. А я, слыша о траве, траву и разумею, также растения, рыбу, зверя и скот, все, чем оно названо, зато и принимаю. Не стыжусь, бо благовествованиям. Римлянам 1.16. Некоторые по собственному своему разумению вознамерились придать некоторую важность писанию какими-то ложными аргументами и аллегорическими истолкованиями. Но это значит ставить себя премудрее словес духа и под видом толкования вводить собственные свои мысли. Посему так и будем разуметь, как написано. Дальше. Это Василий Великий говорит. Он не елок, не астрономик. Как понимали, он так и писал. Ефрем Сирин еще говорит. Да. Так, подобным образом говорит нам в толковании на бытие. Никто не должен думать, что шестодневное творение есть иносказание. Непозволительно также говорить, будто бы в описании всем представлены одни наименования или ничего, не означающие или означающие нечто иное. Напротив того, должно знать, что как небо и земля, а не что-либо иное, разумеется, под именем неба и земли. Так и сказанное о всем прочем, что сотворено и приведено устройство по сотворению неба и земли заключает в себе не пустые наименования, но силе сих наименований соответствует самая сущность сотворенных естеств. Дальше Иван Златоуст. Может быть, любящие говорить от своей мудрости, и здесь не допускают ни того, что реки, действительно реки, ни того, что воды, точно воды, но внушают решающимся слушать их, чтобы они под именем рек и вод представляли нечто другое. Но мы, прошу, не станем внимать этим людям, заградим для них слух наш, а будем верить Божественному Писанию, и следуя тому, что в нем сказано, будем стараться хранить в душах своих здравие, догматы. Беседа 4 тонн, тонн 107 страниц. То есть, вот, этого должно быть достаточно, чтобы показать нам, что святые отцы, писавшие на тему бытия, были, в общем, вполне буквальны в своих истолкованиях текста. Это, что сказали святые отцы. Я разделил свое, потому что я нашел много стихов. Круг земной. Вот. Сколько стихов... Это тоже не все, потому что я... Ну, что смог найти, то нашел. Третья книга Ездры, 15.15. Вот я наведу, говорит Господь, на круг земной бедствия. Исайя 40.22. Он есть Тот, Который восседает над кругом земли. Третья Ездры, 15.27. На круг земной пришли уже бедствия, и вы пребудете в них. Вторая Ездры, 4.34. Ибо оно в один день обходит круг неба. То есть, круг... Круг... Ну, шар, круг... Ну, сказал бы там, Ну, зачем это все скрывать? Шар, значит, шар... Он вот седает над шаром земным. Ну, почему круг? Сверху круг и видится. Так, как видится, так круг. Мы говорим, Солнце круглое. Потому что есть круг. Мы говорим, Солнце круглое, Луна круглая. Дальше. Ну, это про круг, так? Ну, тут понятно, еще не понятно. Зачем нам требовать от Бога? Никто не требует ничего. Он сказал, так, как видится, и мы так говорим. Любого ребенка спроси, Как Солнце круглое? Мы так все и видим. Так, ну, про воду. То есть, хвалите его небеса, небес, и вода, которая превыше небес. Ну, если вы говорите, что выше неба там тучи, ладно. Окна. Ну, это про окна, когда был поток, то есть, окна закрылись, открылись, и все прекратилось. Дальше. Солнце и Луна. И остановилось Солнце, и Луна стояла. Доколе народ, это Иисус Новин, 10-13. Доколе народ пстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? То есть, Солнце двигалось, оно остановилось, для того, чтобы Иисус побил врагов. Дальше. Ио 31-26. Смотря на Солнце, как оно сияет, и на Луну, как она величественно шествует. Если бы она не ходила, зачем про это писать? Это Дух Святой. Солнце и Луна остановились на месте. Ну, да. Ну, дальше. Так что, ну, Солнце и Луна остановились. Теперь о Земле... Понимаете, что значит остановились? Ну, вот как Иисус Новина, Он бился и остановился. Ну, как остановился? Ну, вот так остановился, и Солнце светило, пока они не добьют. Бог дал время. Потом столпы земные. Здесь вообще много стихов. Что значит Солнце-то остановилось-то? Это надо объяснить людям. Что оно означает? Солнце остановилось. Ну, книги Новина, ближе-то именно когда шел бой. Иоанн Златовус говорит, ты не показывай мне написанное, а дай смысл написанного. Если с другим местом не сходится, то что мы можем сказать? Солнце остановилось. Как оно остановилось? Сначала надо узнать, оно идет. Если остановится, возможно ли это? Вопреки всем законам, что Земля перестала поворачиваться за это время, стояла. Тут все объяснимо. А что Солнце остановилось? Как оно может Солнце остановиться? А как может Луна шествовать? Остановилось Солнце, а светить-то продолжает. Чего оно остановилось-то? Куда оно уходит? Вот сейчас мы с тобой находимся здесь. Вот у меня сейчас телефон, я с Италией разговариваю и прочее. Америка. Я говорю, сколько? Они говорят, 12 ночи. Я говорю, у нас 12 дня. А разница во сколько? В 12 часов. И мы с ними разговариваем. У меня племянники там живут. Я говорю, у вас Солнце где? В Зените над головой. Я говорю, а у нас полная темнота. Она никуда не делась. Она просто с той стороны шара им показывается. Если это диск, мы даже и в Америке везде одновременно ночь чтоб была. Ну нет же этого. Да нет. Просто Солнце, Земля большая, Солнце низко. И оно освещает, освещает... Так на каком расстоянии на Земле тогда? От Солнца? Ну, там что-то подсчитывали. Ну, я не знаю. 6 тысяч километров говорят. А сколько? 6 тысяч километров. Солнце на 6 тысяч? Ну, это... Это не мои данные. Я не считал. Ну, вот столпы. Игнать Тихонович, вот просто... Речь идет о 125 миллионах. Я хотел прочитать. Можно? Миллионах километров. Можно еще про столпы земные? 6 тысяч это два раза больше, чем до Москвы. Ну, сейчас я видел. У меня здесь записано. Сейчас мы посмотрим. Ну, что, Роман? Это... Ты маленько, как говорится, вреда отплевывайся. Солнце зашелось. Ну, при чем здесь? Да ну, перестань. Да не я это придумал, мне ничего не приснилось. Я просто тебе говорю, понимаешь, нереально. Не знаешь ни температуры, ни размера его, ничего нет. А он на 6 тысяч. Да ни один не будет даже разговаривать. Ну, если они замерили миллион километров... Речь идет о миллионах. Так надо верить миллионам. А ты еще уже это не надо менять. Ну, когда температура уже известна. Ломоносов исследует Венеру, смотри. И на ней находит атмосферу. Все, 2-3 видео. Он узнает, какие там вещества находятся на Венере. Как он мог узнать? Да потому что приснилось ему. Приснилось ему. То есть, Ломоносов соврал, да? Топудор. Сейчас он нафантазировал это все. Вот сейчас про корабли. Вот сейчас я найду, где видео. Так, дочь Гагарина. Мой отец Гагарин в космос не летал. Ну, это она дает интервью. То есть, о фальсификации съемок. Это дочь Гагарина. Так. Вы наберите в Ютубе, пожалуйста. Сейчас не буду брать, я перекопирую. Очень важный момент. Я копирую сейчас. Работа идет. Работа идет. Я говорю о том, как это видели верующие, которым открыто было. Мы должны абсолютно все тогда отрицать, что есть. Сейчас перекопирую. Я только по одной теме беру. Так, что-то вот здесь надо узнать документ. А то я-то я закрою. Смотри, подожди, у нас все, торопиться некуда. Я уже начал, надо, чтобы убрать это. 217-й. Никуда не девай, сейчас будешь заказывать. Сейчас, сейчас. Три минуты у туалет сбегаю. Ну, никуда не девай. Три минуты у туалет сбегаю. Три минуты у туалет сбегаю.